Библейский портал экзегет.ру представляет «Лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатые и бедные встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Благоразумные видят беду и укрываются, а неопытные идут вперед и наказываются». Итак, начинаются первые три стиха Премудрова Соломона в 22 главе. Что он говорит? «Доброе имя лучше богатства». Действительно, человек с добрым именем выше человека, который просто имеет много денег. Потому как мы знаем, что деньги не всегда, как об этом и ранее говорил Премудрова Соломон, приобретаются людьми по правде, согласно заповеди Божией, с правдой Божией. В большей мере сегодня средства приобретаются так называемых банковских, через банковские обороты и банковские счета. Это не что иное, как ростовщичество. Ростовщичество запрещено в заповеди Божией. Сказано «Не давай ближнему твоему в долг и в рост». Поэтому, так или иначе, нужно здесь задуматься людям, которые, в общем-то, то, что говорят, деньги должны работать, то есть подают какие-то высокие проценты. Все это так или иначе, если мы внимательно почитаем Тору, закон Божий, которым придуман не человеками, а не с послом Богом, так или иначе, ростовщичество по отношению к ближнему, оно запрещено. Ну, может быть, некоторые люди по каким-то своим соображениям ближних считают только свою семью, своих родственников, поэтому создаются какие-то семейные такие кланы, может быть, по принципу сицилийского такого общества, где только люди стараются помогать своим родственникам или люди, которые так или иначе им служат. Но ближний, кто такой ближний, это ясно из притчи о милосердном Самарянине. Тот человек, который оказывает помощь, он и является ближним, всякий человек православный, всякий человек крещеный для другого человека, это и брат, и сестра. Поэтому эта заповедь «Не давай в рост ближнему», она обращена именно, что нельзя людям единой веры, да и вообще, смотря как рассмотреть, давать в рост. Итак, мы видим, доброе имя лучше большого богатства, потому что богатство наживается часто неправильным путем, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатые и бедные встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Это очень интересно, уже как-то чуть затронули эту тему в предыдущей главе, но в этой главе она раскрывается. Вот, например, Блаженный Августин пишет, цитата, «Богатые и бедные встречаются друг с другом». «Где же встречаются друг с другом? В нынешней жизни. Рожден один, рожден и другой. Находят друг друга, встречают друг друга, встречаются друг с другом. А кто их сотворил? Господь. Богатого, дабы помогал бедному. Бедного, дабы испытывал богатого». Смотрите, как интересно, конец цитаты. То есть, бедные и богатые, все родились, все в этот мир пришли, в общем-то, нагими, и нагими уйдут, никто ничего с собой не заберет. Но для чего дается, пишет Блаженный Августин, бедный богатому? Так и говорит, богатого, Господь богатого, дабы помогал бедному. Бедный, бедному, бедного дает Господь богатому, дабы он помогал бедному. А бедный ему дается богатому, чтобы его испытывать, поможет или не поможет. И поступит по заповеди той, которая говорит о том, пусть левая твоя рука делает, не знает, что делает правая. Или пройдет мимо и скажет, да, это непонятные люди, аферисты и прочие вещи. Сказано, просящему тебя дай. Не сказано, аферисту не давай, испытай его и не давай. А может, он спросил у него справку или документы, где он живет. По силам, как можешь дай. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что если к тебе человек подъедет даже в рыцарских доспехах, на весь золоте, на коне, если перефразировать сегодня, подъедет на Мерседесе, богато одетый, и скажет, слушай, помоги мне, я попал в какую-то ситуацию. Сказано, дай ему сколько можешь, по мере сил. Мы не знаем, что. И, может быть, Господь так испытывает нас. Помним же мы с вами историю о Иоанне Милостивом, патриархе, которая Константинопольском. Действительно, тогда, когда он выходил после службы, он носил с собой мешок с деньгами и нищим раздавал. Он соблюдал эту заповедь буквально, буквально, что сказано, нищему дай. И нищие все знали, они все собирались. Один нищий подбежал, попросил, он брал с собой дьякон и по дьякону помощников, и говорил, этому дай, этому, и сам что-то давал. Нищих было много, чтобы все смотрели на его реакцию, кто просит, он говорит, дай, 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 дай. Фактически всем подавал. А один нищий подошел, попросил, прибежал переулок, опять подошел, опять дай. Он дай. Опять в третий раз оббежал переулок, опять подошел, дай. Уже так дьякон смотрит, дай. Четвертый раз оббежал, тогда уже дьякон не выдержал, говорит, Вадыка этот уже вообще обнаглел, он уже четвертый раз. И тогда Иоанн Милостивый сказал, святой Иоанн Милостивый, дай ему, может так сам Господь испытывает меня. Поэтому так и пишет, уважаемый Августин. Господь богатого, дабы помогал бедному, а бедного, дабы испытывал богатого. И мы читаем с вами далее. Да, за смирением следует страх Господень, богатство и слава, и жизнь. Терны и сети на пути коварного, кто пережет душу свою, удались от него. Наставь юношу при наличии пути его, он не уклонится от него, и когда состарится. Богатцы господствуют над бедным, и должник делается рабом-заимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Действительно, снова и снова здесь, ну что сказать, сеющий, то, что человек посеет, то он и пожнет. Ну вот интересные слова все-таки шестого стиха. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Но, между прочим, в другом тексте у премудрого Соломона говорится, что наставлял юношу в путях правды, а он уклонился. То есть есть ли в этом противоречие у премудрого Соломона? Ну, в общем-то, нет. Потому как обязанность родителей наставлять в пути Божьем для того, чтобы человек достиг царства Христова. Но свобода воли, конечно, никто не может решить. Иногда лишить человека, иногда закладываются все начатки. Ну, смотришь, вот человек воспитывался вроде священнической семьи или дочь, но жизнь ее далека от вообще не то, что там христианство, а просто иногда бывают эти примеры есть, просто нравственного обычного поведения человека. Но осуждать не стоит, потому мы не знаем, может быть, Господь именно так проводит человека, так его каким-то промыслом своим, я не побоюсь этого слова, сохраняет для того, чтобы потом, может быть, привести хотя бы на смертном андре к покаянию. Не знаем мы путей Господня. Господь говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. И такие истории мы знаем, и они неоднократны. Несколько есть, можно десятки таких историй, как минимум, привести. Просто нужно всегда помнить, что, конечно, обязанность наша наставить в пути для того, чтобы юношу, для того, чтобы он достиг в этой жизни благочестия и жизни будущего века Царствия Христова. Вот как об этом пишет Василий Великий, например, цитата. Следовательно, и здесь притчи называют юным отроком возрожденного баню покебытия, вскормленного, сделавшегося как отрок и в этом состоянии способного уже к небесному царству. То есть Василий Великий здесь говорит о другом. Не просто о семейной жизни, а о другом рождении, о рождении во Христе. То есть о крещении, о рождении в Царстве Божьем. И в этом смысле говорит, что мало только лишь провести огласительную беседу, довести до крещения необходимо и далее воспитывать. И в этом смысле мы, если крестятся дети, мы всегда требуем восприемников хотя бы одного, кто будет воспитывать далее. Так и пишет. Такому новорожденному, младенцу, то есть покебытия, крещенному, возжелавшему словесного и нелестного молока, книга притча через упражнение в ней дает чувство и смысл. Чувство для настоящего, а смысл для будущего. Ибо обучают тому, что свойственно человеку, и делают людей чувствительными к предметам, чтобы не порабощались удовольствием неприличным и не приходили в изумление пред суетную славой мира сего. Так же сообщает и понятие о будущем веке и тем, что говорит, приводит к вере в обновление. Конец цитаты. Так пишет Василий Великий. То есть человеку после крещения необходимо упражняться в благочестии. Василий Великий говорит, что полезно будет именно читать и книгу притч. Мы читаем далее. Прогони кощунника и удалиться раздор, и прекратиться ссоры и брань. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг». То есть от избытка сердца, говорят, уста, царь, подразумевается, что это прообраз Господа и Спасителя Иисуса Христа, который так и говорит, вы уже не рабы, а друзья, если исполняете волю отца моего. Удались от кощунника. Это понятно, прогони кощунника. Вот Василий Великий также пишет, цитата, «Если же некоторые будут упорствовать в непокорности, жалуясь в тайне, но не объявляя гласно своего отречения, то, как сеющего сомнения, в братстве колеблющаяся, уверенность в заповедях, как учителя непокорности и непослушания, да будут извергнуты из братства». Так говорит, ибо сказано, прогони кощунника, и удалится раздор. Или, как говорит об этом апостол Павел в посланиях к Коринфинам, 1 Коринфинам, 5 глава, так и пишет, «Извергните развращенного из среды вас, ибо малая закваска квасит все тесто». Конец цитата. Мы читаем далее. «Отчи Господа охраняют знания, а слова законопреступника они не спровергают. Ленивец говорит, лев на улице, посреди площади убьют меня». Здесь слово премудрое слово, он говорит, что ленивец ищет сюда причину, чтобы ничего не делать. То зима, холодно, он ничего делать не будет, то лев какой-то ходит, не пойду, а то какая опасность. Далее. «Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогнивается Господь, тот упадет туда». Здесь есть толкование у, например, Восемидиоланского. Он пишет, что блудница — это не обязательно в буквальном смысле этого слова, та, о которой мы говорили в начале книги притч, которая вызывает к себе юношу, глупого уловляет. Но здесь под блудницей подразумевается ересь. То есть, если человек впадает в это состояние ерести, то он, как сказано, упадет, на него прогнивается Господь. И, как говорится, на кого прогнивается Господь, тот упадет туда. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удаляет ее от него». Мы помним, я вам уже говорил об этом, снова повторю, что розга здесь было, как и физическое наказание, но розга также переводится, например, это слово как «посох». То одинаковое слово, что в 22-й псалом Давида «посох твой, палец твоя, там я утешиста». И здесь «посох», то есть можно перевести так, «глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительный посох удаляет ее от него». То есть «посох» — это правильное указание пути в Царстве Христова может удалить эту глупость. «Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет». Вы рассуждали об этом? «Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию». С мудрым поведешься, мудрости наберешься. «Потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлениях, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебе». То есть мы видим, что здесь как премудрый Соломон предупреждает, премудрый Соломон, вернее, побуждает и не только хранить в себе мудрость, но еще ее и передавать. Такой, можно сказать, миссионерский такой призыв. Как говорит, чтобы научить тебя точным словам истины, заметьте, точным словам истины, то есть правильному исповеданию веры, дабы ты мог передать слова истины посылающимся тебе, то есть передать точное исповедание, подчеркивать точные слова истины. «Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй ни с частного у ворот». Действительно, здесь, наверное, премудрый Соломон вспомнит и отца своего Давида. Помните, когда было ему сказано, что пришел к нему пророк Нафант, что сказал о том, обличил его, что он взял в Версавию себе незаконно в жены и тогда привел ему притчу. У одного человека было несколько овец, а у другого бедняка была одна, и он не захотел этот богач своих овец употребить для пира, а отнял единственную, та, у которого была у бедного. «И что сделать?» — говорит пророк Давиду. Тогда Давид говорит, «Этого человека надо предать смерти». И, выдержав паузу, пророк говорит Давиду, «Это ты, этот человек, ибо ты украл одно единственное у тебя. Все есть, а ты этого бедного человека урию друга своего обокрал». И в трепете Давид покаялся, как мы помним, вняв обличением пророка. Итак, здесь приумный Ресламон приводит эти слова, чтобы научить тебя точности, не будь грабителем бедного, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их. Не дружись с гневливым, не сообщаясь с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Не будь из тех, которые дают руки, поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? То есть, разумно веди свое хозяйство, если нечем, то не кажись, как говорит в другом месте премудрый Соломон, не выдавая себя за богатого, когда ты сам бедный. То, что к тебе не было претензий, как к богатому. Не передвигай межи давние, которые провели отцы твои. Видел ли ты человека, проворного в своем деле, он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми. То есть, не передвигай интереснейшие слова межи твоей. Здесь говорится, например, Викентий Элеринский святой видит в этом следующее цитата. «Я не могу, пишет, надивиться такому безумству некоторых людей, такому нечестию, ослеплению ума, такой, наконец, страсти к заблуждению, что недовольствуются они однажды преданным и издревле принятым правилам веры. Но каждый день ищут нового и нового, и всегда жажут что-нибудь прибавлять к религии, изменить в ней, убавить от нее, как будто она не небесный догмат, которым достаточно быть однажды открытым, а земное учреждение, могущее совершаться только постоянными поправками или опровержениями. Между тем, божественные вещания гласят, не передвигая межедавней, которую провели отцы твои». Конец цитата. То есть, мы видим, что следитель Викентий Элеринский говорит, наверное, о сегодняшних так называемых модных талаагуменах. Но что они за... Сегодня уже как поветрие какое-то пошло, что иногда появляются новые люди, проповедующие. Это, конечно, хорошо, но всегда стараются найти что-то новое и новое. Ничего нельзя открыть новое в догматическом богословии. Все открытое новое в догматическом богословии будет называться, одним словом, ересь. Все догматы были даны церковь в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов и утверждены Духом Святым на Вселенских соборах. Об этом и говорит святой Викентий Элеринский. Нам нужно учиться правильному исповеданию веры, о котором и здесь говорит премудрый сломал. Научиться правильному исповеданию веры и правильно передать его другим людям. Богословие — это не творчество. Богословие — это не философская школа. Богословие — это, снова и снова повторю, правильное, верное исповедание веры, которое человеку и этой жизни, может быть, и вечности не хватит, чтобы воспринять это исповедание во всей полноте, то есть осознать и осмыслить. Поэтому святитель Викентий Элеринский так и пишет. Так и пишет. Я не могу, говорит, надевиться такому безумству некоторых людей, такому нечестью, ослепленному ума, такой, наконец, страсти к заблуждению, что, недовольствуясь, они однажды преданным, то есть преданием, и издальными принятыми правилами веры, но каждый день ищут нового и нового. Даже вот какое-нибудь прибавление, любовление, и далее он говорит, что это вам, конституция, что ли, которую можно переписывать, поправки там какие-то вносить. Нельзя вносить никакие поправки в Божественное Откровение. Нельзя вносить никакие поправки в определение Церковных Вселенских Соборов. Это будет хула на Духа Святого, потому что все соборы, они, на них молитвами призывалось действие Святого Духа. Дух Святой управлял и управляет Церковью. И Христос нам сказал, заповедовал, я во все дни с вами на скончание века. Иоанн Дамаскин преподобный пишет, Бог открыл то, что узнать нам было полезно, а о том, что мы не могли бы, вместить, умолчал. Да, удовольствуемся этим и да пребудем на том, не прибавляя и не прибавляя ничего, не убавляя. И не приступим, как завершает божественного предания. Конец цитата. Так и говорит, Бог открыл, да не приступим божественного предания. Будем держаться крепко исповедание нашей веры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok